Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и сегодня мы с вами в упор посмотрим на разницу консолей Xbox Series S и консолей Xbox Series X. Почему я решил записать такой ролик? Дело в том, что мне приходит куча вопросов насчет того, что брать для Full HD. Да, дело в том, что мы сегодня будем посмотреть изображение на Full HD мониторе. Два монитора совершенно одинаковых, единственная их разница это в том, что на одном поддержка 144 Гц, на другом 75 Гц. Всё. Повторяю, что разрешение у них Full HD, то есть 1080p, моники небольшие, и, по сути, на один из них я уже снимал обзор, вы можете посмотреть у меня на канале. Или вот здесь где-то будет. Также хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто написал топ игр, в которые нужно вот так вот посмотреть, сравнить, и кто подержал комменты, им тоже спасибо. И, в принципе, сегодня мы посмотрим на вот эти вот игры. Также я хочу сделать предупреждение для технорей, особенно те, кто любит цифры и так далее. Данный видос, он совершенно не про это. Сегодня я, как обычный пользователь, поставлю просто два экрана вплотную и, так скажем, буду смотреть на разницу. То есть вы вряд ли увидите то, что увижу я. Хочу вам сказать по секрету, даже те тесты, которые вы смотрите на ютубе, да, которые там приближают и так далее, и так далее, это тоже такое себе, и лучше всё-таки всё это видеть, по сути, вживую. Ну, прежде чем я начну, хочу напомнить, что консоль нового поколения, несмотря на их дефицит, можно найти, используя Е-каталог. В нём вы сможете найти как Xbox Series S, так и Xbox Series X. Сможете узнать более детально про технические характеристики консолей, если вдруг они вам важны. Узнать про самые выгодные предложения, посмотреть динамику цен, и самое главное, сравнить нужные вам консоли, чтобы окончательно принять выбор. Если что, при помощи Е-каталог вы сможете приобрести не только новые консоли, но и прочую электронную технику. И да, Е-каталог стал доступен теперь и на территории Казахстана, поэтому если что-то хочешь найти и приобрести, используй Е-каталог. Первую игру, на которой мы посмотрим, будет метро, и давайте начнём. Маленький забавный факт. Консоль Xbox Series S, несмотря на то, что я нажал одновременно, грузится чуть быстрее. Также хочу сказать, что если что, справа у нас Xbox Series S, а слева Xbox Series X. Чтобы вы понимали, куда смотреть и понимали, в чём разница. Если вы вдруг на видео будете видеть какой-то, знаете, не тот цвет, да, что где-то ярче, где-то не ярче, на это не обращайте внимания, потому что единственное, здесь маленько разные настройки в мониторе, потому что левый я делал под игровой, а правый у меня комп, и он там немножко другой, более белый и там и так далее. Напомню, что метро Экзодос, она получила, а, кстати, вот в этом плане Xbox Series S загрузился чуть быстрее. Хочу напомнить, что этот метро Экзодос, он получил, по сути, улучшение и получил даже торсировку лучей. Но по тестам, можно посмотреть именно по тестам техническим, что у Xbox Series S в этом плане всё очень и очень плохо, потому что разрешение скатывается до 500 с чем-то, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим вблизи, сейчас мы включим новую игру. Вот знаете, что касаемо, вот, например, вот этой сцены, то здесь я могу сказать, что на Xbox Series X чуть почётче, чуть почётче, если, опять же, прям в упор. Прям вот если в упор, если смотреть, рассматривать и так далее. Если я сейчас сяду, как обычный пользователь, да, который просто взял в руки геймпад и хочет поиграть, я не могу сказать, что здесь, опять же, небо и земля. Что, например, на одной консоли там супер-мега много тарафлопс, а на одной их очень и очень мало, что это какой-то обрубок. Вот знаете, забавно здесь то, что ты и там, и там видишь такие элементы, которые дрыгаются. А что касаемо изображения, вот, ну, просто общего, да, я не могу сказать, что на Xbox Series S просто как-то крайне убого, что невозможно играть. Так, давайте попробуем немножко поиграть, потому что, когда вы смотрите всё в статике, да, у вас разрешение может не меняться. Но когда вы что-то делаете, то разрешение может немножко меняться для того, чтобы это всё нормально, плавно шло и так далее. Давайте попробуем. Кстати, Metro Exodus в данном случае идёт в 60 фпс, и это хорошо, потому что на Xbox One я проходил в 30. Это было такое себе на самом деле. Вот, что касаемо разрешения, я могу сказать, что на Xbox Series S, несмотря на технические тесты, чуть-чуть мыльнее. Вот именно чуть-чуть, и... Так, давайте вот так вот беру. Именно чуть-чуть мыльнее, потому что, опять же, так видно. То есть, технически это может быть разрешение очень маленькое и тому подобное, но я не могу сказать, что в Metro просто невозможно играть. Вот не могу так сказать вообще. Просто я, когда, ну, садился, я не сравнивал в упор, и я думал, что, ну, будет какая-то просто катастрофическая разница, от которой я скажу, блин, офигеть, вот это мощная консоль, вот это не мощная. Сейчас ещё раз посмотрю в упор. Вот знаете, когда я смотрю вплотную на вот два экрана, я могу лишь приколебаться, наверное, к вот этим вот частям, вот к этим вот. То есть, вот здесь она чуть чётче. Прям настолько чётче, что ты, в принципе, не даёшь этому какой-то, ну, супер-мега значимости и так далее. То есть, вот знаете, опять же, проблема в том, что если я начну вот так вот играть, я всё равно получу удовольствие ровно так же, как я поиграл бы на Xbox Series X. Да, я прекрасно понимаю, что, может быть, какие-то динамические сцены там будут по минимуму разрешению, да, но, опять же, если ничего не зумировать и исходить из того, что я сейчас вижу, я не могу сказать, что Xbox Series S капец как уступает. Кстати, ещё одно такое маленькое замечание. Дело в том, что сейчас у нас работают две одинаковые игры, да, на разных консолях, и Xbox Series X работает громче. Я вот не знаю, слышите вы это или нет, но Xbox Series X у меня подразогнался, реально подразогнался, и я это замечал, когда запускал какие-то такие мощные игры по типу Мстителей, по типу Гири и так далее. Он просто громче работает вентилятор, и всё. Что касаемо Series S, она нагревается, чуть-чуть нагревается, и всё. Но звука, такого, как раздаёт Xbox Series X, вообще не раздаёт, короче. Так, следующей игрой у нас будет Forza, и давайте запустим. Так, почему-нибудь здесь не сработало. Чё-то Xbox Series X всё-таки это... У меня почему-то в этом плане больше потуплю, чем S, KS-ка у меня шустрее всё делает. Почему так, пока не знаю. Пусть она, короче, едет, не едет, и я ничего не буду трогать, просто сейчас я посмотрю в упор. Вот знаете, по Forza я могу сказать, что, например, на Xbox Series S лесенки видны чуть больше, чем на Xbox Series X. Это факт. Вот, потом, что касаемо окружения, вот здесь вот лесенки видны. Ну, то есть, соответственно, вот здесь. И, пожалуй, всё. Это единственное отличие, которое я смог сейчас заметить. Знаете, опять же, это при условии, если я буду сейчас прям вот смотреть на это досконально, прям вот вдумчиво и прям очень жёстко. Да, по Forza я могу сказать, что просто на Xbox Series X лесенки видны чуть больше. А когда вы играете, я не могу сказать, что это как-то критично. Да, то есть, опять же, это если придирается. Идёт она в 60 FPS. Сейчас я вот, например, гоняю на Xbox Series S. Да, и вот каких-то супер-мега-отличий, да. Сейчас мы погоняем на Xbox Series X. Давайте мы доехали до сюда, да. Теперь мы возьмём Xbox Series X, погоним сюда. Вот, и мы где-то вот здесь вот тоже остановились, да. Ну, давайте где-то вот здесь, да. Вот он сейчас катается вот. Так, смотрим ещё раз в упор. Вот знаете, ещё могу сказать, что разница видна вот здесь. То есть, она такая незначительная, что, в принципе, смотря сюда, у вас тоже будут пиксели. Но здесь они видны побольше. Соответственно, у вас вот деревья, они прям так вот дают пиксели. И, пожалуй, окружение. Но, опять же, мы сравним сейчас всё в упор. Мы делаем, по сути, самую фигню, чем не надо заниматься при помощи, ну, тогда, когда вы купили консольки. Но разница, она видна. Разница видна при условии, если ты реально хочешь её найти. То есть, вот прям, если ты досконально будешь всё смотреть, так скажем, на Xbox Series S у тебя будет, ну, меньше разрешения, это понятное дело. И, в принципе, можно доколебаться к лесенкам, если прям реально доколебаться. Теперь я предлагаю посмотреть на гирю. Давайте её запустим, посмотрим, где быстрее, а где нет. Раз, два, три. Сейчас уже тупит Xbox Series S. Странная штука, на самом деле. Так, вот у нас, в принципе, две картины. Кстати, хочу сказать, что слева почему-то угол обзора у Xbox Series S больше, не знаю, почему, на самом деле. Я предлагаю посмотреть, как всегда, в упор, ибо так различия очень-очень сложно заметить. Знаете, глядя в упор, я могу, опять же, вот, например, по этому элементу выделить лишь то, что здесь изображение чуть-чуть-чуть мульнее. Прям настолько чуть-чуть, что я бы сказал, что практически одно и то же. Знаете, у меня даже сложилось такое в голове, что если я кому-то дам посмотреть на эти два изображения, особенно тому, кто не особо понимает, где какие там терафлопсы, где какое разрешение, да, он сможет угадать лишь, наверное, просто на рандом. Потому что изображение, опять же, на Full HD, я бы не сказал, что, опять же, небо и земля. Смотрим ещё раз в упор. Да, вот, например, по конкретно вот этому кадру, да, если, опять же, придираться, я единственное, что смог бы разглядеть, так это вот то, что вот эта вот часть, она немножко рябит. Прям настолько чуть-чуть, что, опять же, нужно смотреть в упор. В остальном, прям, практически всё идентично. То есть, опять же, в этой игре у нас разница лишь в разрешении. И те объекты, которые находятся вдали, они немножко лесенки посвечивают. Но лесенки, они настолько маленькие, что их незаметно. То есть, вот, например, когда я уже сижу вот так вот, да, и, по сути, чуть больше на вытянутую руку, этих лесенок не видно. Соответственно, когда вы будете играть, я не думаю, что можно как-то приколебаться к чему-либо. Знаете, ещё такой важный момент во всей этой проблеме в том, что мы сейчас смотрим какие-то определённые кадры, определённые сцены, потому что в каких-то сценах консоли могут себя показать чуть по-разному. Но, с точки зрения технического, я не смогу вам полностью показать, что и как, потому что это нужно прям вот каплю в каплю идти, проходить уровень и прям вот, знаете, сравнивать всё досконально. Но, по первым впечатлениям, опять же, даже по гире, я не могу сказать, что как-то прям кардинально лучше, и прям вот что небо и земля. Теперь мы запустим Киберпанк. Он у нас тоже как-то не хочет особо включаться. Чё-то, чё-то проверяет. Но это понятно, потому что у меня куплено одинаково, и он, видимо, так это. Тут, кстати, Киберпанк у нас на Xbox Series S вообще не вручится. Чё, тёмный экран пока. Знаете, напоминает мем, когда, типа, так вот идёт Gears War на Xbox, а вот так вот на PlayStation, типа, на PlayStation не идёт, поэтому тёмный экран. Он не запускает его. Я, как бы, не понимаю, что это бред, потому что я, как бы, уже играл, да, до этого, но... Чё-то какая-то странная фигня творится. А нет, вот, пошло, 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 пошло. Офигеть, что-то очень долго, очень долго было. Да, кстати, Xbox Series S намного дольше грузится, потому что Xbox Series X уже загрузился, и Xbox Series S ещё думает. По поводу того, почему так происходит. Дело в том, что эта игра как раз-таки не получала обновления под Next Gen, и, соответственно, Xbox Series X, так как он мощнее, он здесь чуть быстрее думает. По факту, Xbox Series X запускает версию от Xbox One X, да, а конкретно Xbox Series S... Блин, я ински, тут надо поставить на паузу. А, не могу, не могу. А Xbox Series S, она запускает с консоли Xbox One. Многие жалуются на это, так скажем, один из минусов Xbox Series S выставляет, как обратно-совестимые игры, они не получают 4К разрешение, и для тех, кто играет на 4К, это, типа, проблематично. Вот конкретно в этом тесте, да, сейчас Xbox Series S показывает себя не особо круто. Не особо круто не с точки зрения, там, 60-30 FPS, потому что это чисто техническое, а вот чисто по прогрузке. Так, смотрим в упор. Так, что по упору могу сказать? Знаете, несмотря на то, что, ну, Xbox Series S прогрузился намного быстрее, по разрешению, в данном случае, я могу сказать, что все идентично. Ну, опять же, вот, можете поверить мне на слово, да, вот, например, что касаемо бороды, она убого выглядит. Что здесь, что здесь. Что здесь, почти ничего не видно, все в пикселях. Что здесь. Капец, как лесенки бросаются на машине, вот, вот они, вот здесь вот, да, даже на Xbox Series X. То есть, ну, это понятно, поскольку это обратно совместимая игра, и такая вот фигня происходит, да, но давайте дальше. Кстати, без отражений, да, я вот разницы, и лесенок я особо не вижу. Все так же лагает, если я не ошибаюсь. То есть, да, все так же почти лагает. Вот видите, да, я приближаюсь, она пропадает, а здесь, да. Что касаемо, короче, киберпанка, да, самое глобальное отличие, это 30 кадров и 60 FPS. Но, опять же, когда будет издание под Next Gen, да, вы получите его бесплатно, да, потому что это будет апгрейд, то ситуация должна исправиться, и на Xbox Series S должны подвести 60 FPS. Вот, а пока здесь 30. Что касаемо разрешения, каких-то таких вот отличий, в принципе, все идентично, я бы сказал. Все те же какие-то ребристости, все те же лесенки и так далее. То есть, в принципе... А, вот, кстати, отличие. Ну-ка, вот здесь вот нету тени. А вот здесь есть тень. Но она не прогрузилась, походу. Да, это... Это такой кибербанк у нас вышел. Не знаю, как вы, но этой игре я хотел бы дать шанс и пройти ее тогда, когда с ней будет все нормально. Вот. Ну, в принципе, по кибербанку я тоже делаю вывод, что практически все идентично, кроме скорости загрузки, потому что Xbox Series S здесь реально медленнее работает, потому что это обратно всем стима игра. Вот. И 60 и 30 FPS. Остальное, по сути, одинаково. Так, теперь у нас настала очередь Flight Simulator и погоним. Знали бы вы, сколько времени я убил на этот видос? Это просто невероятно. Дело в том, что я все игры перекидывал с Xbox Series X на жесткий, потом перекидывал на Xbox Series S, потом с Xbox Series S, потому что я даун, я сначала, короче, перекинул на жесткий диск, ну, переместил, а не скопировал. Потом я перекидывал все обратно, и, как вы видите, уже темно, но я все продолжаю снимать этот видос и смотреть разницу, потому что мне действительно интересна вся эта тема. Кстати, маленький лайфхак для тех, кому не нравится, что Flight Simulator весит так много. Когда вы ее скачаете, можно зайти в настройки игры и удалить файл, который весит, если я не ошибаюсь, больше 42 гигов. Дело в том, что это файл, который позволяет играть без интернета, и если вы их удалите, в принципе, ничего не произойдет, кроме того, что вы не сможете играть без интернета. Но чтобы сэкономить память, в принципе, этот способ более-менее нормальный. Так, давайте сделаем экскурсионные полеты. А вот здесь Xbox Series S работает быстрее. Как вы можете это объяснить? Я не знаю, как это объяснить. Вот реально. Что? Типа здесь фиговый интернет. Спойлер. Xbox Series X у меня подключен к нормальному интернету. Ну, то есть по кабелю. А Xbox Series S поэтому. Так, ну, гол, полетим и просто посмотрим. Я ничего не буду трогать. Если упаду, то упаду. Пофигу. Что могу сказать по флай-симулятору? Ну, знаете, вот глядя на флай-симулятор, я не могу сказать, что на Xbox Series S он идет отвратительно. То есть я вот сейчас смотрю в два экрана, и разницы, кроме того, что вот там интернет якобы плохой, я не вижу. То есть, знаете, опять же, я смотрю на Xbox Series S, и, блин, может быть, я, конечно, слепой, просто я в интернете очень много видел всяких комментариев по поводу того, что, блин, капец, на Xbox Series S просто невозможно играть, там настолько все фигово, что и тесты показали, что там плохое разрешение. Сейчас, в данный момент, я не могу так сказать, больше разницы я заметил, наверное, в той же Forze, что для меня удивительно. На самом деле, какие-то удивительные вещи происходят, я пока не верю своим глазам, потому что изначально, да, я читал совершенно другую информацию. Совершенно другое. Не знаю, S-ка, на самом деле, во флай-симуляторе меня удивило. Я потому что ожидал чего-то крайне фигового, крайне некрасивого, крайне, там, я не знаю, с фиговым разрешением, но, по сути, ничего такого я вот здесь вот не вижу вообще. Что могу сказать после всех этих тестов? Знаете, ситуация неоднозначная, потому что когда-то тупит Xbox Series X, когда-то тупит Xbox Series S. По большему счету, в принципе, как я и говорил ранее, разница лишь в разрешении. То есть, какие-то дальние элементы в той же Форзе, их, ну, они будут с пикселями, они будут с лесенками, да, очень сильно заметно вот было по Форзе, если прям всматриваться в деревья, в что-то очень далекое, да, то, что стоит далеко. Вот, по метро Exodus могу сказать, что там разницы практически я не заметил. Кстати, ну, пока не обращайте внимания на такие обобщенные выводы, я объясню почему. Вот, потом, по флай-симулятору у меня претензии лишь потому, что Xbox Series X у меня затупил, и почему-то посчитал, что мое соединение фиговое. Вот, по киберпанку это 60 и 30 фпс, но поскольку это игра обратно совместимая. По гире я тоже бы не сказал, что там какая-то капец какая разница. И самое главное, что из этого нужно понять, то, что сейчас мы поставили два совершенно одинаковых экрана, да, с разрешением 1080p, это очень важно понимать. И самое, вот прям самое главное, что мы сегодня сделали, мы делали фигню. Мы просто брали и под лупы почти искали отличия слева и справа. Почему это глупо, и почему я считаю, что это вообще, вот эти сравнения, это самое глупое, чем можно заняться, да, мало того, что я как бы просрал на этот день, но так или иначе, да, я понял одну самую прекрасную вещь, которую я подтвердил просто много миллион раз. Дело в том, что все вот эти отличия, различия, они видны лишь тогда, когда вы поставите два одинаковых экрана и ту или иную консоль. Соответственно, когда вы, я не знаю, купите Xbox Series S, да, и вы, например, не привыкли к разрешению 4К, когда вы не играли там на больших телевизорах, а просто имеете такой, ну, монитор по типу моего, то вам больше, по сути, не надо. Все, то есть, как бы, если у вас немного денег, вы купили и не паритесь. Те, кто говорят, что Xbox Series S обрубок, это, я не знаю, ну, я припишу их к больным, просто к больным, которые, ну, просто не шарят вообще. То есть, знаете, вот сегодня, я смотря на разницу собственными глазами, не через YouTube, не через что, я могу сказать, что Series S капец, как офигенности выдает. Просто капец, за 27 тысяч, это реально подарок. Просто, опять же, да, мы смотрели это на 1080p, и если это все перенести на 4К телека, разница будет уже в разрешении намного глобальнее, потому что лесенок будет видно намного больше, намного больше будет видно мыльность картинки, да, но она не предназначена для 4К, и это самое главное, что нужно учесть. Я в шоке от того, что даже глядя, вот, по сути, в упор, в упор, да, вот, под лупой, разница не такая глобальная, и не составляет, наверное, даже в денежном параметре. Типа, если сравнивать, что это консоль за 45, а это консоль за 27, то при Full HD, она выдает более чем хорошо. Вот эти вот доколебы, они, ну, просто уходят в ноль. Почему? Потому что, когда вы играете, вы многих элементов, такие, которые мы сегодня искали, вы не заметите. Дело в том, что когда вы едете, например, на машине в Форзе, кстати, за это мне, опять же повторяюсь, очень много там хейтили, типа, ай, ты там видишь одну машинку, но потом сами разработчики сказали, что как бы это они делают специально для того, чтобы хорошо оптимизировать игру, потому что тогда, когда вы едете, вы слева, справа и так далее, вы не видите, вы, ну, не наблюдаете, так скажем, фокус именно на переднем плане. И все вот эти вот игры, они сделаны таким образом, чтобы показать вам вот именно то, что вы видите более-менее четко. Я понимаю, что еще, так скажем, минус этого эксперимента в том, что мы тестировали какие-то там, например, не очень динамичные сцены, да, потому что если сцены перенагружены, да, Xbox Series S может быть дрогнет, да. Я, я, я опять же, я поражен. Меня очень порадовало то, что на Xbox Series S, да, я понимаю, что опять же, там можно придраться к киберпанку, тут 30, тут 60, но опять же, повторяю, здесь нужно ждать next game версии. Я, я, я под впечатлением того, что я увидел собственными глазами то, о чем много говорил. Короче, ребят, я надеюсь, этот видос, ну, как-то может быть залетит, может быть вам понравится, что у многих к покупке Xbox Series S не будет, так скажем, каких-то сомнений. Вот, я еще раз повторяю, что те, кто не играл на 4К разрешение, те, кто не привык к 4К разрешению, те, кто не имел Xbox One X и прочие консоли, покупайте Xbox Series S и не парьтесь вообще. Вот, вот вообще. Потому что, эта консоль за 27 тысяч, в данный момент, тогда, когда ты комб, фиг соберешь, да, когда Xbox Series S фиг добудешь, который еще стоит практически вдвое дороже, не знаю, это реально крутое решение, особенно для тех, у кого немало, немало, немного денег и, соответственно, нет таких предпочтений, как в 4К разрешение. Не знаю. Я еще раз очень рад, что вообще существует такая консоль и всем ее советую, кто ее хочет купить. В общем, если видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, вы увидите мое старание. Я понимаю, что технический видос может быть просто убогий, да, но я сделал все возможное и передал все эмоции, все взгляды так, как, в принципе, чувствовал. Поэтому еще раз спасибо за просмотр, друзья. Все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok